Можно подойти сюда Сегодня воскресенье обновилось, снова поймали воров Вот они несколько дня два назад проезжали, а на них смотрели с крыши Их четверо, трое сидят где-то в пустах здесь Посколько раз говорил, ни за грибами никуда не выходить одному Четыре мужика, что ты сделаешь? Пастут одни, особенно опасно Где-то, Женя, подойди сюда Самое опасное то, что девочки, как ваша Василиса, одна ходят пасти Это невозможно Четверо, четыре мужика, которые отпеты, им разницы никакой нету А что делать? Ну в первую очередь, что делать? Жить свято И Бог может создать зону неприкасаемости Второе Девочек одних не отпускать Никак Если посли там написано, где Моисей с тех пор познакомился Это несколько их было вместе Там убежать может или что-то, сказать, позвонить, нажать и прочее Для них ничего нет, я много с ним сейчас беседовал, говорил Женя звать, Скатникова Машина еще не известна, чья у него Милиция была Сейчас милиция Отбавали документы его Милиция документы его не берет Его телефон передаем, не берет То есть они из одной школы или что Разве милиция так работает Уже полчаса прошло Он просит в туалет, его повели в туалет Там уже что угодно было сбросить Это никакая не милиция Это перед распадом государства Вот такое бывает Чтобы люди пожелали другую власть А другая власть-то только Китай Там расстреливают сразу на месте воров Или мусульмане, тут же руки рубят То есть люди дождутся этого Но нам не это нужно Нам нужно, чтобы начали работать Милиционер, молодой парнишка Ему показали, вот изъяты его документы Он даже в руки не берет, мне не положено Да какая же милиция Зачем тогда ты нужен-то? Даже ничего не переписал Хотя бы данные какие-то Ничего, никак Совершенно не реагирует милиционер Я вообще не знал Везде об этом пишут Чтобы никуда не выводить его Неведленно обыскать, найти Что у него на телефоне Все его адреса товарища Он сначала говорил одно Володе Этому Плотникову А потом другое стал говорить А Володя-то еще Кикилоса была драться уже Хотел, да ты что врешь Из Володи такое полезло тоже Нехорошее Ну Володя сделал, задержал По гречишному полю он удирал А еще то удирал тогда А до этого говорил Меня товарищи вызвали По Теряевке они уже здесь По дворам прошли Набрали там кучу И теперь надо вывезти В прошлом году которого поймали Он не один был Их целая группа он сказал И все с Кадниковой Там был директор А потом он стал главный зоотехник на района Игонин Валерий Григорьевич Он говорит все двери все поснимали Лампочки где ферма стоит Придешь и дверей нету все снято То есть это рассадник воровства Кадникова Это катка воровская И вот я с ним беседовал Говорил сколько Ну может какое-то семя прорастет Но меня больше удивляет не воры А милиция И более всего удивляет мы Как реагируем Как ведем себя Вот так вот Чтобы мы жили Ходили А он сразу говорит А почему у вас ни одного сторожа нету Это он говорит Все время открыто А ты рот раздеваешь то Я тебе сколько раз говорил Запрись Никому не открывай Чтоб постучали Это первое Да я рядом В огороде копается Дом открытый Зашел обошел У батюшки зайду По крещу Никого нету Это ушла Работает где-то батюшка А я тут недалек Овец пасу То ли дети Или помешанные мы стали Я живу на центральной почти улице Никитина 147 Зашел На втором этаже Все обошел Тут молимся Никого нигде нету Где же у меня дома же жена есть Пошел в огород А дом с асфальта Зайти Дом обойти С той стороны Ну что тут привязываешься Я же рядом Понимаешь Это дураки просто Бог набрал одних дураков себе Или умалишенных Или не избирал никогда Она рядом Вот так дорога идет Дом стоит лицом суда Четыре хозяина в доме Открыто Рядом пивношка Тут все что угодно Магазин Нигде я хозяин Не могу жену найти Зашел что угодно Вынес Она голая стена Увидит Но она же рядом Она всего метров тридцать там за домом Она копается Она работает Ну у тебя ключ есть Ну поверни его Поверни Зачем поворачивать Я на Бога надеюсь Это искушение И наконец сожгли дом Я рассказываю из-за своей истории Нас так не учили Меня пятилетнего оставляли Ни один не зайдет Никому Мать сказала Я пришлю тетку Настасью Я скажу Я побежала на работу Коров дает Ты ее запусти А тетка Настасья то не попалась А тетка Пологея Родная сестра моего отца Та пришла Я не пускаю Почему Мама сказала Настасью пускать А ты Пелагея Мне пять лет Не пустил Она говорит Хлебы сгорят Ты тогда открой заслонку Я убрал Стою дальше Возьми лопату Лопата деревянная такая Вот открой печку В печку суй Под хлеб этой Тащи на себя Она через окошко командует А я это делаю Я слышу хорошо Ребенок Валя Шитикова одна дома Никого нету Кто-то пришел стучиться Открой девочки Ты одна дома одна Я говорю только защекол Мне как кто-то по руке Как дал У меня рука Застонала Что это сделал Никого в доме больше нету Я говорит Отскочила и все Ну открой не бойся Я забилась не знаю куда Это Бог делает Посылает ангела-хранителя Ну не будут же ангела-хранителя Каждого дома Только стоять и смотреть Когда дурь из нас выйдет Это очень даже печально Вот они съездили посмотреть Там где-то что-то То ли воровано Уже в куче лежит Нашли Мне Александра говорит А сразу поняла Что это будет Вторая Батюшка Смотри на улицу Захожу Топор Тебя искать не надо Топор для тебя Зачем Провоцирующий предмет Нож на окне лежит Коп Да тебя же зарежут сразу Велосипед Сколько дней захожу На улице стоит Ну и я Я не могу вам ничего дать Так нельзя жить Раскрываемость Аховая То есть никакая В прошлом году поймали вора Он на следующий день Уже дома Это мне уже говорят Я с чужих слов все говорю Даже если нужен был Он сегодня многое Мог узнать милиционера Он не интересуется Зачем Зарплата идет Так не делается Это когда Нет власти Это без власти наступает А без власти Это значит Люди будут в конце концов Брать власть сами на себя Начнется самооборона Начнут вооружаться А то арматурами Ножами И будут сами истреблять Истреблять людей А самосуд Неужели он лучше суда Это сегодняшний воскресный день Я не вижу Игорь уехал наверное Барабаш Ну у нас сегодня Как всегда Сейчас занятия Я не знаю куда прийти то И батюшки нет Обязательно Чтобы были занятия Скажи громче Андрюша Куда лучше У батюшки Сейчас дня к батюшке Вот Я вчера Не пригласил А пришел на наш Южный пруд Володя Устинов Владимир Александрович А он дал намек Рыжковский пруд Мы его закончили Я говорю я тебя Ставлю Имею право теперь Говорить Над Рыжковским прудом Главным Где что протекает Где Он говорит Да вот там надо было За плотиной Там пониже Я говорю уже это сделали Он даже не ожидал Спуск сделали Я объявляю Он там Будет наблюдающим Мне надо На южный пруд Вот с этой стороны Это не пруд Это ровное место И он углубляет И углубляет его Там такую работу Вот этот трактор проделал Ну сломался Кого поставить Смотрящим над этим прудом Не знаю Желающие есть Кто то бы смотрел Чтобы весной Короб который мы деревянный 2.80 поставили Очистить от снега Чтобы вода могла сходить Ну подумайте У кого есть Не все тут находятся Там ребята Так Ося Подойдите сюда И Кирилл тут можете подойти все Мы закончили Этот Но он еще копать будет Дня полтора Мужик интересно Каждый день А еще тут Буду сидеть неделю Телевизора нет Я говорю мы скажем Да не в телевизор И дома Что то такое 64 года рождения Я говорю Ты же работаешь здесь То далеко То близко Ну не прям никак Ну а работает Ас настоящий Такой хороший А вчера вдруг Как изменился И уже все Я договорился Вчера последний день Мы заканчиваем Вижу что машина Уже ломается Ну не сегодняшний день Вдруг Ласковый Меня величает Но я поеду в город В воскресенье В понедельник До обеда меня не будет Кто готовит В понедельник в обед только Приготовьте обед Завтрак не надо в понедельник Я куплю Необходимые детали Я привезу Я думаю что случилось Прямо И тон Все изменилось Я стал припоминать Утром А утром у него была Люба Минаева И она там с ним Ворковала Говорила И видимо сердце его разгладило И он прям Ну прям Совсем как будто другой мужик Владимир Иванович Волков Прям как ягненок сделался Я удивляюсь Это женский язык Много может сделать Она ему принесла Да еще что-то говорит там Вещи отправлять Прямо удивительное дело Я гляжу Он разговаривает с ней Как будто это другой Открытый такой стоит Я говорю Ну все на этом надо Нет я еще приеду Как же ты хотел Уже давно уехать Это последний пруд Работа огромная просто Кто не заходит И удивляется Ну представьте Вот такой высоты Вот он пригонит Присадил И четыре раза Он не может кверху поднять трактор Это вот настолько Со всех сторон Пруд теряю я Даже больше Трещит и трещит Работает Каждый день Я восемнадцать тысяч Плачу ему Это не два рубля И умножь на неделю Куда видеть Пять восемь сорок Девяносто тысяч За неделю улетело Но пруд Нужен Очень красивый Нужен Чтоб кого-то поставить Смотрящим за тем прудом Ответственный должен Мы расскажем Где эти доски Которые поднимать А в чем заключается Ну смотреть Чтобы не разрушили Мы ограду поставили Чтоб скотина Осень не подошла На Рыжковском С двух сторон Загородили Там дядя Володя Устина взялся Он довольный Очень Прям тоже зашел Вчера такой добрый У меня день Вчера какой-то такой был Вот Мы оценили Он первый сделал намек Тот пруд хороший Я в прошлом году Зарубку себе сделал А нынче Там огромный прорыв был Правда не знаю Сколько Он все заделал Все как надо Я говорю Ты Володя старше Над вторым мостиком Игорь Валентинович С Лужков Своя дорога Гляди Где-то что-то неладно Мало ли еще Там обвод вокруг Мы его углубили тот отвод А я не знаю Надо или не надо углублять То есть Может быть Из-за того там Который канал идет И там в одном месте Засыпано было Вот только выше Она вода пойдет через край Все Поэтому первый год Мы убрали А потом уже будет Лопатами сделать Затрамбовать Там которая обводной идет Где-то Я не решился не убирать Он пришел все Разборотил И убрал Это снес Это вот Которая там была Перемычка обводная И нынче оно покажет Какой уровень воды А тогда мы будем знать На сколько перемычку поднимать Это надо замечать А перемычку поднимем Там вода поднимется На два с половиной метра Там Любую практически Рыбу можно водить И карп будет И То есть Работа проделана очень большая Но самая большая Работа По опасности Вот на этом Лагерном пруду Бетонный этот Спуск Который спуск в воду был Надо было затрамбовать Он пройти не может Наши городушки Все полетели Он завис на половину Одной гусенистой Прямо вниз Туда метров пять Это очень опасная работа Но он сделал ее С другой стороны зашел А там насыпь то высокая Только зашел Начал тонуть Скорее назад Я говорю Ты начинай с бугра Срезай верхний слой Тащи его В несколько слоев Верхний слой А потом Утром Уйдет в этот Вилл А потом Поменьше Он так и сделал И сделал заход И тогда по этому заходу Сделал Остальную работу То есть Создать из сухого Дерна И это все было сделано То есть Еще если самая большая Полтора дня Благодарю кто молился Работа непростая Очень даже И Я видел бульдадеристов разных Но этот бульдадерист Называется Ас Вот Ямы колдобоины На нашей той дамбы Я попросил Если можно Она вот так наклоненная Ну Поравнять Пятнадцать минут Я ему оставил то Он один раз туда прошел А обратно Пять минут не прошло Он готов Я глянул Как вот Столешницу сделал Там надо стоять Чувствовать этот нож Кверху или книзу идет Он все время Рычагами То есть Чувствовать машину надо Я им доволен Но Вот такая история Сломалось что-то Поехал Что полтора дня У нас все сделано Только он будет теперь Там нету пруда никакого Там приходилось Почти на ровном месте Все выгребать Верхний слой А верхний слой Там Осока Осока 21 год никто не трогал Она на одну ложилась Вода А глина не пропускает Приехал который Начальник Пошли Она вот так вот как матрас Он говорит тут вода рядом Оказалось нет Он верхний слой Траву содрал А дальше как камень Глина пошла Глина она не пропускает воду А этот матрас намок Он под ногами И впружинил И он все содрал Отовсюду убрал Это по молитве Такое может быть И он притом курит И поматеривается И мне это сильно не нравится Ну Хозяин того на пруду Не я теперь Вот теперь надо Чтобы кто-то Исааки Возьми за это дело Весной смотреть И короб который 2,80 Прочистить от снега Там всего ничего Чтоб в воде дать спуск Бери Это самый красивый пруд Как березняк Плотную Андрюша был знает Дальше идет осенник Вообще Мы как загородили мощно Там не зайти Надо чтобы На ком-то ответственно Мы расскажем где эти доски Которыми воду поднимать Там 2 березы Рядом подальше Если отсюда смотреть И между березами Ну За хворостом Мы их Стойма поставили Чтобы можно было поставить Там точно так же Все приготовили Работа очень большая И еще Валя наша едет Павлов дом Никак не можем торговать Он не бывает В своем уме И может поедут Это дом для Никиты У нас будут 2 дома рядом Это нам как раз то что надо Нам просто необходимо Чтобы Бог как-то это устроил Этот домик-то перекупили Вы матушке Спасибо Господи Ушла где-то она Мы теперь там ремонт ведем И летом приглашаем ребятишек Это на вороде Пащенко дом теперь Они прописаны здесь И лагеря никакого нет Лагерь расформирован Поэтому Роспотребнадзор Неизвестно еще Как нас оставить Нет покоя Но пока вот так Мы вам все сообщили Ну с Богом Давайте Подождите маленько Посмотрите что это Отрезать его А? Отрезать или резать? Ну отрежь Поехали